Виктор Астафьев Деревня Овсянка, недалеко от Красноярска. Его родители были небогатыми крестьянами. Виктор был единственным ребенком в семье. Две его сестры умерли в раннем детстве. Детство будущего писателя было тяжелым. Акк 931 год стал особенно трагичным в его семье. Погибла его мать, а отца осудили на 5 лет. Признали врагом народа. Пока отец сидел в тюрьме, мальчика забрали родители его мамы. Катерина и Илья Пателицыны. Это время стало самым счастливым воспоминанием детства. Как драли родные люди, он чувствовал их тепло и заботу. Именно эти годы описаны в произведениях Виктора Астафьева «Последний поклон» и в рассказах «Конь с розовой гривой» и фотографии, на которой меня нет. Через три года отец Виктора Астафьева вернулся в Овсянку. Его признали ударником пятилетки и освободили досрочно. Вскоре Петр Астафьев женился второй раз и вместе с новой семьей и сыном перебрался в небольшой город Ягарка. О жизни в Ягарке Астафьев вспоминал с горечью и болью. Отец и мачеха мало интересовались им. И вскоре новая семья буквально выставила мальчика на улицу. Он оказался в детском доме. Беспризорничество, сиротство, детдом, интернат. Все это пережито в Ягарке. Но ведь были и книги, и песни, и походы на лыжи, и детская вести. Первые просветленные слезы. Вспоминал Виктор Астафьев об этом времени. В детском доме у Виктора Астафьева появился друг. Игнатий Рождественский, преподаватель русского языка и литературы. Виктор Астафьев уважал его за требовательность и человеческое внимание. Другим его наставником был директор детского дома Василий Соколов. И Рождественский заметили, что мальчику легко даются литература и русский язык. В 1941 году Виктору Астафьеву исполнилось 17 лет. И по закону он больше не мог оставаться в детском доме. К этому моменту он закончил только 6 классов. Его несколько раз оставляли на 2-й год из-за проблем с арифметикой. Позже он вспоминал. «Я должен был начинать самостоятельно, кормить и одевать сам себя, думать о дальнейшей судьбе». Мечты о высшем образовании он отложил. На учебу не хватало денег. Астафьев пошел работать на завод коновозчика. Затем поступил в железнодорожную школу. Занятия в железнодорожной школе начались в декабре 1941 года, а закончились в мае 1942 года. К этому моменту вовсю шла Великая Отечественная война. И ее отголоски были слышны в Красноярском крае. Доспешно эвакуировали жителей Европейской части России. Налаживали производство военной техники. Виктор Астафьев писал. «Я всегда думал, что война – это бой, стрельба, рукопашная. Но там где-то далеко-далеко. А она вон как, везде и всюду. По всей земле моей ходуном ходит. Всех к борьбе за жизнь требует. И ко всякому своим обликом поворачивается». Виктор Астафьев, как и многие его сокурсники, не захотел оставаться в тылу и пошел добровольцем на фронт. В первых боях он участвовал уже в конце 1942 года. На войне Астафьев сменил несколько специальностей. Служил разведчиком, водителем, связистом. Воевал на Первом Украинском фронте. Вновь в курсе уничтоженской операции. Форсирование Днепра. Наступление Красной армии под Каменцем-Подольском. Во время войны Виктор Астафьев получил несколько наград. Ордена Красной звезды, медали за отвагу, за освобождение Польши и многие другие. В боях под польским городом Дукло осенью 1944 года Астафьев был ранен и несколько месяцев провел в госпитале. После лечения от строевой службы его отстранили. И победу он встретил в вспомогательных частях Первого Украинского фронта в Ровно. Там же он познакомился с следующей женой, медсестрой Марией Корякиной. После войны они поженились и переехали в Пермскую область, в родной город Марией Корякиной, Чурсовой. Фронтовые ранения мешали Виктору Астафьеву работать по основной специальности. И за первые послевоенные годы Астафьев сменил несколько профессий. Он был дежурным по вокзалу, слесарем, рабочим литейного цеха, кладовщиком, подсобным рабочим. Жизнь ему скрашивали встречи литературы о преместной газете. Именно они вдохновили его на написание первого художественного произведения. И в 1951 году рассказ «Гражданский человек» напечатали в городской газете «Чусовской рабочий». Следующие несколько лет Астафьев работал журналистом «Чусовского рабочего». А в 1953 году напечатали первую книгу Астафьева «До будущей весны». Чуть позже вышел сборник «Огоньки». Эти книги для детей и подростков читателей встретили хорошо. Однако сам искател публиковать более серьезную прозу. В 1958 году Виктор Астафьев стал членом Союза писателей СССР. Тогда же вышел его роман «Тают снега». А рассказы писателей начали публиковать в Москве, в том числе в крупных журналах «Новый мир» и «Молодая гвардия». В конце 50-х годов увидели свет повести «Звездопад» и «Стародок». Вскоре Астафьев отправился в Москву и поступил на высшие литературные курсы. В 1962 году Виктор Астафьев с семьей переехал в Пермь. В Пермь он закончил повести «Краша», «Последний поклон», написал несколько новелл и рассказов – «Зорькина песня», «Гуси в полынье», «Осенние грусти и радости». В Пермь Виктор Астафьев создал первую редакцию одного из главных своих произведений «Повести о любви во время войны» – «Пастух и пастушка». Позже Астафьевы переехали в Вологду. В то время там жили известные советские писатели – Николай Рубцов, Александр Яшин, Василий Белов. Астафьев познакомился и быстро подружился с ними. В Вологде он продолжал заниматься творчеством. Позже он писал – «Один мудрый человек советовал ему найти свою поляну. Я ее нашел в Вологде. Вообще русский север, когда я приехал туда, покорил сразу. Поразили своей красотой северные пейзажи. Ничего подобного ни в Сибири, ни на Урале не видел. Не знаю, насколько все это увиденное и пережитое обогащает перо, но душу не знаю. Я многому научился, многое понял. И главное, что надо быть с Родиной. Понял именно в Вологде». В 1976 году была опубликована книга «Царь рыба» о вмешательстве цивилизации в жизнь провинции. Именно эта книга принесла, оставь его всесоюзную известность. Однако напечатать книгу целиком удалось не сразу. Главное управление по охране государственных тайн в печати изъяло из рукописи две главы. Два года спустя повесть вышла отдельным изданием и вскоре удостоилась Государственной премии СССР. Была переведена на множество иностранных языков, но без цензурных изъятий вышла только в 90-е годы. В 1980 году Виктор Астафьев решил вернуться на историческую родину – Красноярский край. Здесь начался новый период его творчества. Большую часть своих произведений он написал по воспоминаниям и впечатлениям. В 1995 году за первые две части романа «Проклятые убиты» Астафьеву вручили еще одну государственную премию. Писатель не ушел от военной темы. Он создал повести «Абертон», «Так хочется жить» и «Веселый солдат». Продолжал писать роман «Проклятые убиты». В 1999 году писатели наградили ордена «Заслуги перед Отечеством» второй степени. Один из самых необычных литературных памятников России связан с повестью Астафьева «Царь рыба». Его установили в 2004 году 80-летние писатели на смотровой площадке недалеко от его родной деревни Овсянка. Статуя изображает донисейского сетра «Тусарь рыба». Произведения Виктора Астафьева всегда современные и интересные. А не о любви к родине, о взаимоотношениях людей, о природе, о войне. Его проза излучает теплый внутренний свет, свет той доморощенной жизни, которая близка и понятна каждому русскому человеку, пусть даже и далекому от деревенского быта или солдатского пота. И свет этот, под пером Астафьева, такой удивительный, разнообразнейший в своих оттенках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова